здравствуйте сегодня мы продолжим разбор задач посвященных криволинейному движению материальной точки и начнем мы с очень интересного примера этот пример взят с одного из региональных этапов всероссийской олимпиады школьников то есть к этой задаче нужно отнестись как весьма серьезный прочитайте внимательно ее условия да нам задано угол между вектором ускорения и нитью в начале некого участка движения и спрашивают чем закончится это движение то есть на какой еще угол повернется нить при продолжении такого же движения то нам известно что на шарик в процессе движения естественно действуют две силы конечно же силы натяжения нити и сила сопротивления воздуха и они четко разделяют свои функции понятно что сил натяжения нити направлено вдоль нити то есть на центр окружности по которой движется наш шарик и ясно что эта сила создает центро стремительное ускорение шарика в то время как сила сопротивления воздуха пропорционально скорости по условию увеличения скорости она естественно направлена против скорости то есть перпендикулярно нити по касательной и таким образом она задает как раз касательное ускорение поэтому в начальный момент времени когда мы знаем угол между вектором ускорения нити мы можем написать что касательная составляющая ускорения конечно же будет к на в 0 поделенную на m дека тот самый коэффициент пропорциональности между силой сопротивления воздуха и скоростью шарика до в 0 его начальная скорость в этот момент времени в этот же момент времени центро стремительное нормальный компонент ускорения конечно же есть в 0 в квадрате поделенная на r где r радиус окружности который описывает наш шарик и естественно мы из этих соотношений можем получить уравнение для той величины которая нам задана в условии нам известен угол альфа ясно что танген с этого угла есть не что иное как отношение касательной и нормальный компонент вектор ускорения ну то есть это как не трудно заметить оказывается не что иное как к у нас ну вы 0 1 вы 0 сокращается поэтому у нас получается к р поделенные на м в 0 да вот таким оказывается тангенс угла который нам задан то есть мы поняли что нам сообщили в условии нам сообщили по сути же только этот самый угол альфа и больше ничего все остальное это качественная информация как же нам дальше воспользоваться этим соотношением ну разумеется дальше мы должны проанализировать движение нашего шарика под действием тех же самых двух сил и теперь давайте мы запишем соотношение для любого момента времени в этом случае теперь да я напишу для любого момента времени ты меня касательные компоненты ускорения есть понятное дело ну минус к в проекции здесь я модуль по сути должен был бы написать понимаю что сила сопротивления тормозит шарик она всегда направлена против скорости да у нас получается минус к в поделенное на м у нас вот такое соотношение получается и в этом случае мы говорим что изменение величины скорости шарика она естественно будет а тау на дт оказывается минус как м на в дт но с другой стороны мы конечно же понимаем что в дт это как раз есть не что иное как пройденный за время дт нашим шариком путь и следовательно мы получаем соотношение что д в равняется минус как м д с это очень симптоматичный момент мы получили соотношение связывающее бесконечно мало изменения двух интересующих нас величин скорости шарика и пройденного им пути через некий постоянный коэффициент который равен как м мы можем воспользоваться приемом которые называли легкое интегрирование то есть можем просуммировать все такие бесконечно малые изменения от момента времени 0 до момента времени остановки да понятно что сумма всех dv есть разность конечной скорости которые в момент остановки равняется нулю минус начальной скорости которая равняется в 0 а с другой стороны это минус как м а сумма всех ds дает путь пройденный нашим шариком он двигается по окружности радиуса r и нас спросили на какой угол фи повернется его радиус понятно что r умноженное на фи это как раз есть длина пройденной им дуги то есть пройденный им путь и таким образом интересующая нас величина фи угол на который повернется нить до того как шарик остановится может быть в соответствии с полученным соотношением как раз минусы у нас сокращаются быть записано как м в 0 поделенная на кр и тут посмотрев на соотношение которое описывала начальный угол между скоростью и нитью альфа мы обнаруживаем что они в точности обратно по отношению друг другу и оказывается что угол который пройдет наши шарик на который повернется нить нашего шарика до остановки однозначно выражается как раз через альфа причем очень любопытным любопытным соотношением фи оказывается просто равняется котангенсу альфа согласно условию задачи альфа равняется 45 градусов поэтому угол дальнейшего поворота это просто один радиан ну то есть чуть меньше 60 градусов вот какой любопытный ответ мы получили и обратите внимание здесь мы во первых использовали четкое понимание того как описываются ускорение при движении пусть по окружности но все-таки с переменной скоростью а второе как мы аккуратно воспользовались суммированием малых приращений малых изменений скорости и пройденного пути для того чтобы получить выражение для искомого угла и все у нас как видите получилось давайте перейдем к следующей задаче это тоже в своем роде задачи преследования но тут есть одно очень важное обстоятельство орел который преследует как бы наше ядро движется в точности по той же самой траектории и и такой класс задач он встречается довольно часто в олимпиадной практике фокус тут в чем как мы должны были увидеть радиус кривизны траектории это геометрическая характеристика траектории она зависит только от формы траектории и совершенно не зависит от того с какой скоростью тело эту траекторию проходит значит если два тела движутся по одной и той же траектории с разными скоростями по разному меняющимися то в выражении для естественного разложения ускорения у этих двух тел радиусы кривизны в каждой точке будут совершенно одинаковы одни и те же и напротив если мы знаем ускорение скорости одного тела в каждой точке траектории то мы всегда можем посчитать радиус кривизны в этой точке а потом использовать это значение для вычислений кинематических характеристик движения второго тела которые движутся по этой траектории здесь точно такая же ситуация сначала мы видим что у нас по этой траектории летит ядро и так как нам разрешили не учитывать сопротивление воздуха при движении ядра то мы имеем для ядра стандартную задачу о движении тела брошенного под углом горизонта в отсутствие сопротивления воздуха и мы понимаем что на самом деле наше ядро летит по некоторой параболе да вот с этим у нас все хорошо да мы знаем угол альфа под который ядро выпустили знаем на скорость в 0 нас интересует точка на половине максимальной высоты подъема но вот например вот эта точка а мы понимаем что скорость в а в этой точке она уже естественно будет меньше в ноль так как наше ядро чуть-чуть поднялось и разумеется угол который она составляет с горизонтом будет немножко другим он будет равен бета но поскольку в каждой точке траектории точка а не исключение ускорение нашего ядра в точности равняется ускорение свободного падения и поэтому его проекция ускорения на горизонтальной ось равняется нулю то горизонтальная компонента скорости не меняется значит в а на косинус бета равняется в ноль на косинус альфа я вот понимаю что есть такое соотношение и и сама величина в а тоже может быть нами довольно легко установлена но я понимаю что максимальная высота подъема аж при движении по параболической траектории это квадрат вертикальные компоненты скорости в ноль синус альфа в квадрате поделенная на удвоенные вертикальные компоненты ускорения то есть попросту на 2 g и следовательно точка b находится на высоте аж маленькая равная половине этой высоты то есть в ноль в квадрате синус квадрат альфа на 4 g ну и саму скорость в а мы можем определить из самых разных соотношений как из кинематических так в том числе даже например из закона сохранения энергии мы понимаем что кинетическая энергия ядра убывает за счет перехода в потенциальную энергию поэтому конечно же в а это есть корень квадратный из в ноль в квадрате минус 2g аж подставляя выражение для скорости в а полученные соотношения для аж как видно у нас здесь просто получается в ноль в квадрате синус квадрат альф пополам я запишу что в а я вот так напишу это у нас будет в ноль на корень из двух под корнем останется 2 минус синус квадрат альфа ну поскольку единица минус синус квадрат альфа это косинус квадрат альфа красивее будет написать корень квадратный из единицы плюс косинус квадрат альфа Вот это получается выражение для скорости нашего ядра в точке А. Мы все по-прежнему анализируем движение ядра. И смотрите, теперь мы обнаруживаем, что у нас ускорение G, ядра в точке А, мы можем разбить на центростремительную и касательную компоненты. Но точнее нам нужна именно центростремительная. Вот у нас вектор ВА, он направлен, напоминаю, под углом β к горизонту. Соответственно, перпендикуляр к скорости В, вдоль которого направлены центростремительные компоненты ускорения, вот она у нас. А центростремительные, несомненно, тоже направлен под углом β, но к вертикали, стороны этого угла, перпендикулярны сторонам этого угла. И мы видим, что центростремительные компоненты ускорения нашего ядра в точке А, есть не что иное, как G на косинус β. Косинус β, вот из этого соотношения мы можем извлечь, как В0 косинус α, поделенное на ВА. И подставляя сюда выражение для ВА, мы приходим к окончательному выражению для центростремительного ускорения движения ядра в точке А. Оно, как видно, оказывается, В0 у нас сокращается, получается G на корень из двух на косинус α, перевернули поделенное на корень квадратный из единицы плюс косинус квадрат α. Но ведь ровно это же центростремительное компоненты ускорения вычисляется через скорость и радиус кривизны параболы в этой самой точке А. Вот ради чего мы, собственно, и анализировали движение ядра. Для того, чтобы потом узнать кинематические характеристики движения Орла по этой же параболе, нам нужно знать радиус кривизны параболы в этой точке. А мы его, естественно, найдем вот из написанного соотношения с учетом выражения для ВА. А мы обнаруживаем, что радиус кривизны у нас... Посмотрите, что получается. ВА в квадрате это В0 в квадрате пополам на единицу плюс косинус квадрат α. Да, таким образом, в выражении для радиуса кривизны у нас получается В0 в квадрате, поделенное на g. То есть ускорение свободного падения и начальная скорость ядра. Единица плюс косинус квадрате ВА в квадрате он был без уже корня. И умноженному на корень он выдает нам единица плюс косинус квадрат α в степени 3 вторых. А внизу у нас получается вот эта вот двойка и корень из двух вот из этого выражения на косинус α. Итак, мы определили радиус кривизны параболы, по которой двигалось сначала ядро, а потом будет двигаться наш орел, в той самой точке, в которой нам теперь нужно найти ускорение движения орла. Ну а для орла ситуация оказывается в действительности достаточно простой, потому что мы опять же помним, что модуль его скорости есть константы. А это означает, что величина его ускорения совпадает с величиной центростремительного его ускорения, которое считается как В в квадрате, квадратово скорости, на радиус кривизны траектории в нужной нам точке. И все, что нам надо, это подставить в эту формулу найденный радиус кривизны траектории в точке А. Таким образом, у меня получается В к В0 как раз в квадрате. Все это будет умножаться еще на G. Здесь мы переворачиваем выражение. И у нас там, напоминаю, получается 2 корня из 2 косинус альфа на 1 плюс косинус квадрат альфа в степени 3 вторых. То есть мы выражаем величину ускорения орла через его скорость, ускорение свободного падения и заданные нам в условии стартовые характеристики движения ядра. Начальная скорость и угол, под которым ядро было выпущено, угол горизонта, под которым было выпущено ядро. Мы видим, что эта задача, она в принципе нам дает некий ключ ко всем подобным задачам. Когда у нас есть некая исходная цель, то есть тело, которое движется по известной траектории с известными скоростями и ускорениями, мы можем извлечь из анализа его движения все геометрические характеристики траектории, ну в частности радиус кривизны в любой точке. А зная радиус кривизны траектории в любой точке, мы можем проанализировать скорость и ускорение преследователя, который движется по той же самой траектории. И вот такие задачи о преследовании по заданной траектории, они всегда решаются в основном именно по этой схеме. И теперь давайте рассмотрим более сложную задачу на ту же самую схему. Ведь если парабола для нас довольно привычная, кривая в школьных задачах, по ним летают тела, брошенные под углом горизонта без сопротивления воздуха, то с кривыми, отличными от окружности или параболы, мы встречаемся в школьных задачах существенно реже. Меж тем, среди них тоже есть кривые, для которых мы можем детально проанализировать движение по ним некоторых тестовых тел. И вот одной из таких кривых является циклоида. Поскольку в школе ее не очень знают, то видите, здесь условие начинается с определения. Это кривая, по которой движется точка на ободе вертикального колеса, которая катится без проскальзывания по горизонтальной поверхности. И вот по этой самой циклоиде у нас некое тело, оно здесь названо шаром с нейтринным двигателем. Это была такая задача в Олимпиаде по коре Воробьевы горы однажды. Мы воображаем себе некий излучатель нейтринного пучка, который заставляет двигаться шар за счет реактивной отдачи от этого пучка. Чрезвычайно удобное устройство, потому что нейтрино почти не взаимодействует с веществом и не вносит никаких возмущений в окружающие тела. Но с другой стороны, в реальности создать такую штуку на данном уровне развития человеческих технологий невозможно. Мы вообразили себе, что такую штуку удалось создать. И вот с помощью этого самого двигателя, как видно, задан определенный алгоритм движения нашего шарика, который в безветренном пространстве воздушном над поверхностью Земли летит как раз в точности по ветви циклоиды заданной высоты. Мы знаем ускорение свободного падения и знаем, что на шар действует сила сопротивления воздуха, которая квадратична по скорости. нас просят, по сути, записать формулу для изменения силы тяги нейтринного двигателя, как она должна меняться в зависимости от высоты положения шара над поверхностью Земли, чтобы обеспечить заданное движение. Ну, давайте в первую очередь представим себе циклоиду. Да, вот мы там красными и желтыми и прочими кружками подсказаны разные положения оба докатящегося колеса и отмечены положения одной и той же точки. Понятно, что здесь у циклоида есть одно замечательное свойство, которое сразу бросается в глаза, поскольку колесо наше катится без проскальзывания, то путь, который прошел центр колеса за время полного его оборота вокруг своей оси, естественно, будет равен длине окружности колеса. То есть у нас длина L есть не что иное, как 2πr, где R – радиус катящегося колеса. В то время как высота арки циклоиды H, которые нам заданы в условии задачи, она, очевидно, равняется 2R удвоенному радиусу или диаметру колеса. Поэтому мы обнаруживаем, что ширина арки циклоиды, которые здесь на рисунке отмечены как L, и ее высота связаны очень простым соотношением. L всегда равняется pH. Поэтому, задав высоту ветви циклоиды, по которой летит наш шарик, нам, в принципе, сообщили все ее характеристики геометрические. То есть нам однозначно задали всю циклоиду. Мы знаем и ширину арки, и высоту арки соответствующей циклоиды. Ну, а теперь мы понимаем, что для того, чтобы ответить на вопрос задачи, то есть узнать, как работает нейтринный двигатель, нам надо вычлить ускорение шара в каждой точке циклоида. Но для того, чтобы вычлить ускорение шара, нам, естественно, потребуется знать радиус кривизны циклоида в точке на высоте h над поверхностью Земли, h маленькая. И значит, для начала мы должны заняться именно выяснением того, как мы можем вычлить этот самый радиус кривизны. Ну вот, посмотрите, на втором рисунке нижним показан как раз катящееся вертикальное колесо, которое катится без проскальзывания. Мы рассматриваем движение некоторой точки на ободе этого колеса. Причем мы задаем положение этой точки, но для начала посмотрите там углом поворота φ от самого верхнего положения точки, насколько колесо повернулось при этом. Естественно, этот угол φ довольно легко связан с интересующей нас высотой положения точки h. Несомненно, мы видим, что h маленькая, есть не что иное, как радиус нашего колеса, а это, напоминаю, не что иное, как половинка высоты арки циклоиды, которая нам задана в условии, но пока будем здесь для удобства писать r. Естественно, r на единицу плюс косинус φ. Вот это выражение, связывающее h, которое нас интересует с выбранной мной координатой φ. Понятно, что скорость, с которой движется точка на ободе колеса, ее можно вычтеть, складывая два движения, с которых движение этой точки состоит. Оно состоит из движения центра колеса, которое, скажем, движется с постоянной скоростью v0, и скорости вращения колеса вокруг центра. Плюс v вращение. Но нетрудно понять, что условия отсутствия проскальзывания оно говорит нам, что величина скорости вращения, конечно же, равняется по модулю v0. То есть векторный треугольник, который там нарисован, как видно, где образуют скорости v0 во вращении, образуют результирующую скорость v, он оказывается равнобедренным. И мы, с одной стороны, понимаем, что угол между этими скоростями v0 и v вращения, он в точности равен φ, так как, опять же, стороны этого угла перпендикулярны сторонам угла φ, так как мы его ответили на рисунке. В то время как угол при основании нашего равнобедренного треугольника, как обозначены рисунки альфа, конечно же, равен φ пополам. И мы можем связать всё это между собой. То есть теперь из нашего построения нам доступна запись всех соотношений между кинематическими характеристиками точки на ободе колеса. Давайте получим все необходимые соотношения. В первую очередь я обращаю внимание на то, что угол альфа между скоростью моей точки и горизонталью, несомненно, равен в точности φ пополам. Следовательно, если я напишу косинус угла альфа, он будет косинус φ пополам. И, как мы знаем из тригонометрии, косинус половинного угла можно записать как корень из единицы плюс косинус самого угла φ пополам. А с другой стороны мы видели соотношение единицы плюс косинус φ как раз в выражении для h маленького. Напоминаю, что у меня h маленькая, мы писали как r, то есть h пополам на единицу плюс косинус φ. Таким образом, мы обнаруживаем, что косинус угла альфа это корень из h маленькая к полной высоте h. Он просто выражается вот таким образом через заданную нам в условии высоту аркициклоиды и высоту, над которой находится шар над поверхностью Земли. Второе, что мы сразу можем обратить внимание. Конечно же, ускорение нашей точки А точно так же по принципу комбинации движений может быть записано как ускорение точки О плюс ускорение вращения нашей точки вокруг центра. Но центр колеса в нашей заданной модели, где точка на ободе колеса описывает циклоиды, движется равномерно, поэтому ускорение центра колеса равняется нулю. И все ускорение этой точки есть просто ускорение вращения. А значит, оно, как всегда, при равномерном вращении направлено к центру колеса непосредственно. И при этом, естественно, оно равно по модулю не что иное, как v0 в квадрате, поделенное на r. То есть мы видим вот такую величину ускорения. Но если нас интересует центростремительная компонента ускорения этой точки, мы еще его должны спроецировать на перпендикуляр к скорости. И нетрудно заметить, что угол между ускорением и перпендикуляром к скорости это в точности тоже угол альфа, то есть φ пополам. Мы обнаруживаем, что а центростремительная есть в 0 в квадрате на радиус кривизны. Давайте тоже рк буду писать, чтобы мы подчеркнули это. Именно радиус кривизны. А, нет. Ой-ой-ой-ой. Это пока у меня просто радиус. Прошу прощения, я увлекся. Это просто радиус нашего колеса пока, который здесь отмечен. Это же ускорение при равномерном вращении. На косинус угла альфа. Но ведь это же есть не что иное, как квадрат скорости нашей точки в f в квадрате. Вот мы понимаем центростремительное ускорение. Это квадрат скорости на радиус кривизны траектории в данной точке. Вот здесь уже стоит радиус кривизны циклоиды. Ну и здесь мы давайте вспомним важную вещь. Ясно, что эта скорость из равнобедренного треугольника есть не что иное, как 2 в 0 на косинус, опять же, альфа. У нас в этом случае получается. Поэтому, когда я возведу v в квадрате, то здесь тоже получится v в 0 в квадрате, он сократится, и косинус альфа окажется тоже в квадрате, 1 косинус альфа сократится. Мы обнаруживаем, что у нас радиус кривизны траектории, то есть радиус кривизны циклоиды в точке на высоте h может быть посчитано следующим образом. Это оказывается не что иное, как 4r, где r – радиус колеса, который у нас катится на косинус альфа. Но 4r, напоминаю, это через заданную в условии величину высоты арки циклоида, это в точности 2h, а косинус альфа, как мы недавно заметили, есть корень из h, поделенная на h. Таким образом, мы обнаруживаем, что радиус кривизны циклоиды, вот той самой сложной кривой, которую, может быть, многие из вас сейчас с ней только познакомились в условии этой задачи, на высоте h вычисляется по удивительно простой формуле. Это удвоенный корень квадратный из произведения высоты всей арки циклоиды на текущую высоту нашего тела над поверхностью. И теперь, зная это, мы можем перейти к анализу движения нашего шара с нейтринным двигателем по той же самой циклоиде. Теперь давайте рассмотрим движение нейтринного шара. Так, в некоторый момент времени, когда он находится на высоте аж маленькое, он движется с постоянной по модулю скорости u под углом, который мы обозвали альфа и который мы умеем вычислять к горизонту. Я смотрю нисходящую часть сейчас для определенности нашей циклоиды, когда u направлен немножко вниз. Поскольку модуль скорости постоянен, то ускорение его а строго перпендикулярно скорости, ведь оно уже состоит только из центростремительной компоненты ускорений. То есть в действительности она направлена вот так. И при этом я понимаю, что модуль этого ускорения есть не что иное, как u в квадрате на радиус кривизны траектории, который мы посчитали. Это u в квадрате на 2 корня из произведения h на h. То есть мы знаем величину и направление этого ускорения. С другой стороны, как мы понимаем, это ускорение создается действием силы тяги нейтринного двигателя, силы тяжести и силы сопротивления воздуха. Сила тяжести, как мы понимаем, направлена строго вертикально. Вот она направлена mg. Сила сопротивления воздуха направлена против скорости. Вот она. И по величине она равняется βu в квадрате, где β известный нам коэффициент. Величина же mA, как мы только недавно установили, направлена перпендикулярно скорости. То есть вот так. Если я направлю ось х по скорости, а ось у перпендикулярна ей, то записав уравнение движения в проекции на эти оси, я обнаруживаю следующее. Ну, смотрите, в проекции на ось х. В проекции на ось х, mA, проекция ускорения, равна нулю. И поэтому х компонента силы тяги двигателя, fx, вместе с mg синус альфа равняется как раз, должна уравновешивать силу сопротивления воздуха. То есть βu в квадрате. Вспомнив, что косинус альфа это корень из h, поделенное на h, а синус это, естественно, корень квадратный из единицы минус косинус в квадрате, я получаю выражение для х компонента силы тяги двигателя. Оно оказывается βu в квадрате минус mg корень из единицы минус h маленькая к h большому. В проекции же на ось у мы обнаруживаем, что минус mA, то есть минус m на u в квадрате на два корня из h маленькая к h большому, как видно, должно равняться проекции силы тяжести, а это mg на косинус альфа, косинус альфа мы знаем, это корень из h маленькая к h большому, и плюс y компонента силы тяги двигателя. Как видно из этого соотношения, я обнаруживаю, что... А, прошу прощения, у меня проекция силы тяжести минус, для ось у получается mg на косинус альфа, поэтому я вижу, что y компонента силы тяги двигателя, это получается mg на корень квадратный из h маленькая к h большому, это mg косинус альфа, минус m u в квадрате на два корня из h h. Ну вот я вычислил x и y компоненту силы тяги двигателя, как функцию высоты нашего шара, и, естественно, я обнаруживаю, что полную величину силы тяги, знаете, я так напишу f по модуле, это, конечно же, корень квадратный из суммы квадратов этих величин. То есть у меня получается большой такой внушительный корень квадратный, куда мы должны вписать βu в квадрате минус mg корень из единицы минус h h в квадрате плюс mg корень из h h минус m u в квадрате на два корня из h маленькая h большое в квадрате. Замечу, что это соотношение я написал для нисходящей части циклоиды, то есть когда наш шар опускается, что изменится, если шар будет подниматься, но мы понимаем, что при этом просто скорость будет направлена под углом α вверх от горизонтали в таких соотношениях. И, соответственно, в действительности, когда мы запишем соответствующие формулы, мы обнаружим, что единственное, что изменится, это соотношение выражений для fx. У нас в этом случае уже окажется, что нам надо будет писать с одним знаком выражения для силы сопротивления. Да, видите, тут у нас проекция силы тяжести и силы сопротивления, они направлены в разные стороны по отношению к оси х. На подъеме, разумеется, обе эти силы будут тормозить движение шара, и силе fx тяги двигателя придется обе их компенсировать. Так что здесь будет знак плюс. Единственное отличие, что в общем случае здесь стоит минус плюс, где минус на нисходящей части циклоиды плюс на восходящей части циклоиды. Мы получили общее выражение для того, как должна меняться сила тяги двигателя в зависимости от высоты, чтобы шар двигался в точности по вот этой нашей циклоиде с постоянной по модуле скоростью u при наличии силы сопротивления воздуха и силы тяжести. Да, конечно, можно чуть преобразовать это выражение к более удобному виду, если мы здесь раскроем в квадрат и приведем некоторые подобные. Но это уже такая больше техническая работа. Мне бы хотелось, чтобы вы в первую очередь запомнили, как это все делается на принципиальном уровне. На то, как мы проанализировали движение нашего шара по сложной траектории по циклоиде, но у нас было облегчающее обстоятельство, то, что модуль скорости был констант, и поэтому мы легко посчитали ускорение перпендикулярной скорости, а потом поняли, как это ускорение создается внешними силами, и, естественно, сумели определить необходимые силы тяги. Задачи для самостоятельного решения по теме этого занятия посвящены тем же двум кривым, с которыми мы познакомились на самом занятии. Первая задача возвращает вас к параболе. Ну, чем-то похоже. У нас опять есть парабола, но теперь нам не сообщено, что по этой параболе летело какое-то тело, как-то запущенное. Нам даны высота и ширина арки соответствующей параболе с вертикальной осью, по которой летит муха, и нам нужно найти величину силы взаимодействия мухи с воздухом на заданной высоте над полом. По сути, эта задача возвращает нас к логике задачи про ядро и орла, но надо посмотреть на нее немножко с другой стороны. В то время как вторая задача для самостоятельного решения посвящена циклоиде, с которым мы познакомились в одном из примеров сегодняшнего занятия. Но посмотрите, здесь ситуация меняется. Теперь циклоиды — это траектория шайбы, скольчащей по поверхности оси симметричной горки. Надо для себя так вообразить. И нам нужно еще учесть силу трения, которая, видите, у нас такой необычный переменный коэффициент трения. И в этой задаче очень важно грамотно понять, как этот закон изменения коэффициента трения влияет на движение шайбы по поверхности горки. Надо найти высоту точки отрыва. Понятно, что момент отрыва шайбы от поверхности горки мы зафиксируем по тому моменту, когда шайба перестает на нее давить, то есть когда сила нормальной реакции, действующая со стороны горки на шайбу, обращается в ноль. Но при этом нам важно следить за поведением силы трения, скольжения, которое вплоть от момента старта и до самого отрыва, естественно, является силой трения скольжения. И именно если мы внимательно посмотрим, как она себя ведет и как влияет на движение шайбы, мы догадаемся, как будет меняться скорость нашей шайбы в процессе скольжения по горке. Но дальше попробуйте все сделать уже самостоятельно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!